Краснодарский край – это лидерство в сельскохозяйственном производстве России. Впервые в истории в нынешнем году на Кубани собрали более 15 миллионов тонн зерновых, зернобобовых и риса. Трудно переоценить вклад в общекубанский каравай и славянских тружеников. Об этом и многом другом шла речь на районном празднике День урожая 2021. Во все времена не было обязанности важнее и почетнее, чем возделывать землю и растить хлеб, кормить своих земляков и всех жителей России. В нынешнем году путь к хорошему урожаю был нелегким, и тем весомее трудовые достижения славянских аграриев. Они работали, они работали самоотверженно. Это не большие слова и не громкие слова, потому что все, что было самое тяжелое, легло на их плечи. И они вот, как говорится, с таким вот воодушевлением, они именно работали, они выполняли и выполнили те планы, которые были поставлены перед ними, потому что люди умеют работать. В большом зале городского дома культуры состоялось торжественное мероприятие чествования тружеников агропромышленного комплекса Славянского района. Праздничное настроение собравшимся сразу же постарались создать лучшие творческие силы муниципалитета. Глава Славянского района Роман Синеговский сердечно поблагодарил всех собравшихся в зале за их доблестный труд. Нам есть чем гордиться, благодаря вашему труду. 483 тысячи тонн собрал Славянский район зерновых, зернобобовых и риса. Из них большое спасибо хочу сказать тем, кто собирал хлеб. 183 тысячи тонн. 300 тысяч тонн риса – это на сегодняшний день треть урожая Краснодарского края. Мы гордимся тем, что собираем белое золото. Спасибо всем механизаторам, сжатчикам, работникам столовых, поливальщикам, водителям. Не хочу никого забыть, всем тем, кто принимал участие в достижении таких больших результатов. На краевом дне урожая мне было приятно, что наши ребята прославляли Славянский район, со сцены не сходили. Наши плодоводы собрали 114 тысяч тонн яблок. Это в два раза больше, чем в том году. И мы гордимся этим урожаем. Вы знаете, что агрофирма «Садгигант» запустила большое фруктохранилище. Самый главный секрет успеха – это люди, которые живут и работают на селе. Они своим нелегким трудом создают аграрную историю Кубани и нашего района. Примите самое искреннее поздравление от имени Совета муниципального образования «Славянский район» с днем урожая. Хочу выразить вам слова благодарности за ваш нелегкий, очень нужный, кропотливый труд. Сегодня вы все делаете для того, чтобы укрепить продовольственную безопасность нашей страны. Низкий вам поклон за ваш труд еще раз. Честование передовиков – центральная часть праздника. За многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм и большой вклад в развитие агропромышленного комплекса по отчетными грамотами были отмечены руководители предприятий, их подразделений, специалисты и работники. Наивысшей урожайности риса среди коллективов предприятий, имеющих площадь свыше 3000 гектаров, добилось предприятие «Анастасиевское» с результатом 80,5 центнеров риса с гектара. Был заложен урожай и он, в принципе, был получен, несмотря ни на что. И урожай риса получен 80 центнер, урожай сои бачи 30 центнер получен, пшеницы порядка 62 центнер. Так что, я считаю, год в этом году в любом случае по получению продукции удачный для предприятия «Анастасийской» планы мы выполнили, валовый сбор собран. Так что, в принципе, несмотря ни на что, все было мобилизовано. Спасибо людям, спасибо коллективу, что вся работа была проведена и, естественно, результаты есть. Победителем соревнования по выращиванию молодняка, крупного рогатого скота, была названа телятница Юлия Игнатенко из ЗАО «Приазовская». Работаю 4 года, работаю с телятами, с животными, которые требуют не меньше внимания, как и человек. Поэтому имеешь к каждому индивидуальный подход в здоровье, в питание, во всем. Без труда к успеху не придешь, поэтому год сложный в связи с погодными условиями. Ну, не сдаемся, только вперед. Переходящим кубком имени героя социалистического труда Марии Ефимовны Барановой на уборке риса награжден коллектив общества с ограниченной ответственностью Черноярковская. Уборка прошла практически без потерь. Тут в зале даже присутствуют, сидят наши работники, механизаторы, которые заняли первые места в районе на перевозке, на обмолоте. Отделение, которое по урожайности пшеницы заняло первые места. Хозяйство получило урожай риса 72 центнера с гектара. Хороший показатель достижения урожайности сои 32 центнера. В принципе, хозяйство – это высокий урожай. Учитывая те проблемами, с которыми в этом году столкнулось хозяйство, связанное с подтоплением было. Так, год, можно сказать, закончится неплохо. Думаем, что будет все хорошо. Много добрых, идущих от сердца слов прозвучало в этот день в адрес беззаветных тружеников, которые всю душу вкладывают в общее дело. На сцену, сопровождаемые громкими аплодисментами зала, поднимались агрономы и поливальщики, комбайнеры и жадчики, водители и операторы машинного доения. Все они были достойны чествования за свой благородный труд, за результаты, которых они добились вопреки всем природным катаклизмам. Завершилось торжественное мероприятие прекрасным исполнением песни «Хлеб всему голова», которая считается гимном аграриев. И ее все собравшиеся слушали стоя. «Хлеб всему голова» Впереди у славянских сельских тружеников, которые успешно поработали в нынешнем году новые трудовые свершения и победы. Андрей Вишневский, Игорь Ванчугов, программа «События».